Подумаешь, какая невероятность? Поднять две фальшивые ноги. Ну что тут невероятного? Всем сразу все совершенно очевидно. Мы сегодня порой в жизни сталкиваемся с такими фокусами, с такими чудесами и с такими явлениями, про которые сразу не скажешь. Это что, очевидное или это невероятное? Ну раз это происходит, раз мы это видим, значит это очевидное. Но если вдуматься в суть происходящего, получается невероятное. Ну вы сами посудите, что это очевидное или невероятное. Человек зарабатывает 90 рублей и каждый месяц на книжку откладывает 200. Это что, очевидное или невероятное? Как вы считаете? А? Ну с точки зрения математики это невероятное, да? А с точки зрения какой-нибудь другой науки, скажем химии, это уже очевидное. Давайте разберем более сложный пример. Помогите мне разобраться, что это очевидное или невероятное. Скажем, вы заболели, не дай бог, конечно, так я для примера, я вам всем желаю здоровья. Ну так случилось, вы заболели и доктор вам прописал уколы. Приходит медсестра, милая и обаятельная девушка, она кипятит шприц, она моет руки. Она делает вам укол, вы ей говорите спасибо, даете ей коробку конфет и вдруг вы от нее слышите. Да вы что, да какие конфеты? Мы не берем подарков от больных, вы унижаете мои человеческие достоинства. В общем, краснеет при этом, ну просто категорически отказывается. Это очевидно или невероятно? А? Невероятно? Вы что, лечились недавно? Но вы замечаете, что мнение расходится. Здесь говорят невероятное, там говорят очевидное, причем правы и те и другие. Это и очевидное, и невероятное. То, что медсестра берет конфеты, это очевидное. А вот то, что руки моет перед уколом, это... Это невероятно. Но у нас как-то нет еще единодушия в оценке происходящего. Давайте еще одну историю рассмотрим. История сложная, она от вас потребует чуть больше внимания. Пожалуйста, настройтесь. Итак, один инженер, ну самый простой и заурядный инженер, решил летом отдыхать в Сочи. Он позвонил в касса аэрофлота. Ему через час билеты домой привезли. Это не все, это просто, я смотрю, внимательно ли вы слушаете. Подождите. Он прилетел в Сочи. Около трапа его посадили в легковую машину. Привезли в гостиницу. Дали ему номер с видом на море. Ну, в этом номере какой-то человек жил, этого человека сразу... Правильно, выселили. И вот простой инженер, поселившись в номере со всеми удобствами, месяц купался, загорал. И он так хорошо отдохнул, ему так понравилось, что он заявил каждый год на отдых, я буду приезжать только в Сочи. Все. Ну, как вы считаете? Я же просил вас внимательно слушать. Давайте я еще раз повторяю. Итак, один инженер, самый простой, заурядный инженер из Англии, решил летом отдыхать... Что? Я и первый раз сказал, что из Англии. Правда сказал, да? Нет? Вы думали, это наш инженер был, да? Да? Наш инженер был, которого из номера выселили, вот этот. Скажите, это четыре истории, очевидная или невероятная? Очевидная? Правильно. Мне все равно кажется, она невероятная. Я не понимаю, как наш инженер в тот номер пропал. Ну, видите, как близко. Ну, как одна фраза. История из совершенно невероятной становится совершенно очевидной. Хотя можно сделать и наоборот. Подобного рода вопросам, проблемам посвящен наш сатирический спектакль. И нам очень хотелось бы, чтобы вы смотрели этот спектакль. Смеялись, думали, решали, что же здесь очевидное, и что же здесь невероятное. Прошу вас. Главное дело считается, что у нас все профессии равны. Конечно, кто на мясо в комбинате работает, или на обувной фабрике, или на заводе хрусталя, те равны. Там каждому есть, что с работы унести. А я на заводе работаю, где автоматы вот эти вот делают. Мне кроме этой бандура украсть нечего. Я и украл. Я же не знал, чем это кончится. Приволок такую махину на своем горбу домой. Думал, Зинка обрадуется. Она глаза выпучила. Это что такое? Я говорю, что ты глаза-то пучишь? Не видел? Говорю, автомат. Не пулемет же. Теперь, говорю, дома газировку гнать будем. Она как разоралась, у нас на кухне повернуться негде. Неси его обратно. Неси, главное дело. Ты, говорю, Зин, на грубость нарывайся. Неси. Что, это иголка, что ли, неси-то? Через весь город на себе пёр. Погоди, говорю, найдём применение ему какое. Может, мама твоя из деревни погостить приедет. Будет тебе переночевать где. Она кричит, моя мама не лошадь, она стоит спать не умеет. А я говорю, зачем стой? Мы его горизонтально положим. Не хочешь для мамы? Давай под мусорное ведро приспособим. Она говорит, только ты это ведро выносить будешь. Ну, думал, уговорил. Только спать легли, от взрыва ночью просыпаюсь. Думал, с газом что случилось. Оказывается, Зинка попить пошла. Но в темноте с этим автоматом так поцеловалась. В комнату влетает, под глазом не фонарится, а электростанция. Инвалидом решил меня сделать? Выкидывал, а к чёрту. Я говорю, Зина, погоди. Такую вещь хорошую выкидывать. Я говорю, продам завтра кого-нибудь его. Она говорит, что это барахло покупать будет? Я говорю, найдутся. Не все же такие, как ты-то. Может, профессора какой на дачу возьмёт? Он из него скворечник соорудит. Может, какой приезжий из Кавказа купит? Он из него копилку сделает. Объявление повесил. Двое суток никого нет. На третью ночь звонок. Дверь открывает, мужик стоит. Ты, говорит, автомат продаёшь. Я прям обрадовался. Я говорю, завернуть или так потащишь. И вдруг он говорит, а мне автомат не нужен. Я за стаканом пришёл. Зинка, как услыхала, в слёзы кинулась. Не хватает, чтобы в Ханеге по ночам шлялись. Всё, говорит, одевайся и уходи с ним. С ним не возвращайся. Вышел на улицу, потащил. Стою, чуть не плачу. Думаю, что же делать? Сколько мучений. Неужели вот так вот выбросить? И вдруг, представляешь, гляжу, у соседнего подъезда грузовик стоит. Мебель разгружают. Ну, думаю, всё. Сейчас я этот автомат с этой мебелью в комплекте ждам. В квартиру влетаю. Говорю, хозяин, куда мебель ставить? Он так подозрительно. Говорит, какую мебель? Я говорю, какую? Вот эту. Из кухонного гарнитура. Он говорит, а ты что, в кухонный гарнитур входит? Я говорю, а в какой? В спальный, что ли? И вдруг он мне нахально в лицо говорит, ты мне мозги не пудри. Я сам на мебельной фабрике работаю. Я этот гарнитур не покупал, я его с работы вынес. Мне, говорит, плавок краденого не надо, мне слова хватает. Что ж за несправедливость такая? Почему же, получается, вот одним всё, а другим вот, понимаешь, и всё. Я так считаю. Если человек работает в таком месте, что ему унести нечего, этих людей особо поощрять надо. А инвалидов нечего разводить. Проработал пять лет на таком месте, те полгода отпуск. Десять лет промучился, те квартальную премию каждый день. А кто двадцать лет протерпел, ничего не унес, с тем персональная пенсия и бесплатная путёвка в санаторий. Я обращаюсь к вопросу к женщине. Пожалуйста, можете ли вы громко сказать? Какая карта у меня в руке? Король пик, спасибо. Обратимся с этим же вопросом к мужчине. Вот сидит в первом ряду. Скажите, какая это карта? А? Там бубен? Бубён? Мне не разошлись. Здесь бубен, там бубён. Как будем считать? Но это не важно. Бубновая дама, спасибо. Но что интересно, одна и та же карта, смотрят два человека. Мужчина смотрит на карту, говорит, это дама. Дама смотрит на карту, говорит, мужик, король. В общем, это не так важно. Правда, это важно, с какой стороны посмотреть. Это самое главное. Потому что, если, скажем, человек сидит в кресле и принимает посетителей, он в этот момент кто? Король. Если к этому королю на приём пришёл человек с какой-нибудь просьбой, он уже кто? Кто? Здесь говорят дама, там говорят валет. Там кто-то говорит шестёрка. Неважно это, ты можешь быть кем угодно. Важно другой. Если ты во время этого визита королю не вмастись, ты в результате можешь оказаться подкидным дурачком. Или подкидной дурочкой. Всё зависит от того, с какой стороны посмотреть. Вот посмотрите. В кабинет инспектора входит посетитель. Товарищ инспектор! Когда это издевательство кончится, я восемь лет в очереди на квартиру стою. Я восемь лет мучаюсь. Восемь лет я стою. Неужели восемь лет? Стоите. Тогда садитесь. Я не хочу садиться. Я хочу новую квартиру. Что, у меня документы не все? Нет, да, да, документы все. Ну... Ну, кое-чего не хватает. Ну, вы скажите, чего не хватает. Я принесу правильно. И чем быстрее, тем лучше. Вы только скажите, что надо принести. Ну... Вы что, правда что, не понимаете, да? Тогда я понимаю, почему вы восемь лет стоите. Ну, скажите, что надо принести. Ну, что ж тут говорите. Это же так понятно. Вот у вас дома есть какой-то... Ну, какой-то конверт. А какой нужен конверт с манкой? А это не важно. Важно, что там внутри. Ну, что ж там внутри-то должно быть. Ну, вот. Как раз чего не хватает. Хорошо. Давайте так. Вот вы смотрите на меня сейчас внимательно. Неужели вы не хотите меня ни с чем поздравить? Сегодня что, праздник какой-нибудь? Да еще какой. Сегодня ровно полторы тысячи. Полторы тысячи лет. Как на Руси стали печатать денежные знаки. А вы какое к этому празднику отношение имеете? Ну, хорошо, я никакого. Но если вы хотите квартиру, у вас обязательно должны быть... Но вы вспомните, что ваша бабушка хранила в чулке. Носки. Хорошо, в носках у нее что бы было? Мозоли? Ну, что вы здесь несете? Бог знает что, а вот что надо никак не несете. Я не могу понять, что надо. Опять 25? 25 чего? Да 25 это вообще ничего. Вы сколько зарабатываете в месяц? Я 220, а я всего... И мы мучаюсь на одну зарплату. А я тоже мучаюсь на одну зарплату. Правильно. Но вы на чью зарплату мучаетесь? Как на чью? На свою. И я хочу на вашу мучить. А я что должен сделать для этого? А вы мне для этого должны дать... Ну... Взаймы что ли? Вы мне еще в зубы предложите. Я что здесь сижу, чтобы взаймы брать? Небось, квартиру на совсем хотите. А мне вот вы взаймы предлагаете. Я не хотел вас оскорбить этими деньгами. А вы оскорбляете. И покрупнее. Я не люблю, когда мне мелко... Я ничего не понимаю. Я совсем запутался. Я пойду в другой раз. Правильно. Сейчас вообще... Иди-ди-ди-ди-ди-ди. Иди-ди-ди-ди-ди-ди. Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Баран. Это же надо я два часа за их прикидываю все. А что сделаешь? Сейчас такие строгости. Прямо про деньги не скажешь. Только намеком. Десять лет можно получить. Так что, если у тебя голова на плечах есть, сам понимать должен. Соответственно, ничего нельзя добиться без... Ну, взаимопонимание. Интересно, вот пластинка не падает, это очевидно или невероятно, а? Как вы думаете? А? Там, говорит, дырочка у него. Сейчас посмотрим, что здесь. Напугались немножко, да? Простой, детский, наивный трюк. Видите, я думаю, что этим трюком можно воспользоваться только один раз. Если его сделать дважды, уже вряд ли кто-нибудь на него попадется. Смотрите, что бывает в жизни. Человек придумывает такой же банальный, такой же примитивный трюк. Начинает этим трюком пользоваться каждый день. И огромное количество людей на этот трюк попадается. Мало этого, на них этот трюк оказывает просто какое-то совершенно магическое впечатление. Ничего, да? Ничего, все началось. С картошки. Решился на завтрак картошки пожарить. Стою на кухне, ножом орудую. Вдруг звонок. Лепешкин, что на воскресенье к ней выходишь? Все жильцы собрались, тебя одного ждем, а? Лепешкин. Молчу. Думаю, пропал выходной. А не свое. Думаешь, лучше других, что ли, а? Лепешкин. И возьми, да и скажи, ни с того ни сего, чтобы отвязались. А я не Лепешкин. Они говорят, а кто это? Думаю, кем же назваться? Смотри, на кухне, под ножкой стола, учебник русского языка лежит. Собцов не шатался. Автор Бархударов. Я ей сказал, Бархударов, говорит, вот кто. Слышим, то и тихли. Вспоминать начали. Ну, сколько-то у нас все учились. Ну, тон сразу поменяли. Скажите, пожалуйста, а где сейчас Лепешкин? Я говорю, он мне сейчас картошку чистит. Тут они совсем скисли. Извините, товарищ Бархударов, чтобы беспокоили, как ляпнут. Здравия желаем, товарищ генерал. Надо же, думаю. С перепугу решили, что Бархударов генерал какой-то. Картошки поел, забыл про фамилию. Спасибо, жизнь напомнила. У меня с тещей неприятно случилось. Ну, так, знаю. Померла. Ну, померла и ладно, хоронить надо. Вот когда я про Бархударов вспомнил. Набираю телефон Лукшевого кладбища, категорические приветствия, Бархударов беспокоит. Они сразу, что можем для вас сделать? Я говорю, для меня, слава богу, ничего. А тещи мои вы нужны. Что за вопрос тещи, товарища Бархударова, отца советского дирижабля? Пусть завтра ваша теща зайдет. Я говорю, завтра она вряд ли зайдет. Ну, тогда в среду, после двух. Я говорю, в среду поздно мы ее во вторник хоронить хотим. Ах, вон, в чем дело. Примите соболезнования, что за вопрос, все сделаем. Я говорю, вас с местами туго, туго. А для вас сделаем. Я говорю, для меня не надо, для нее делайте. Мы это имеем ввиду. Выберем самое лучшее место. Солнечная сторона. Метро рядом. На следующий год универсам откроют. Не место конфетка. Что вы думаете? Для тещи Бархударова все нашлось. И место, и цветы, и музыка. О, ансамбль «Дом пионеров» два часа песни пел. Лучше нету того свету. Надо же, думаю, фамилия, а? Все в стельку селятся. Это мне тоже говорю, Лепешкин, Бархударов. Как будто камни с горы катятся, да? Бархударов. Потихоньку стал новой фамилией пользоваться. То сюда позвоню, то туда. Жизнь сразу другая пошла. Я вообще забыл, как Лепешкин живет. И вдруг однажды выхожу с магазина с черного хода. Я там жене сапоги взял. Вдруг какой-то в штатском подходит. Ваши документы. Ну, я показываю. Следуйте за мной. Везет меня обратно к директору. Спрашивает, на каком основании этому гражданину сапоги продали. Директор. Как? Это же Бархударов. Это же сын товарища Бархударова. Министра землетрясений. В штатском. Министра говорит, если бы это был синминистра, это вообще какой-то лепешки. В общем, сапоги отобрали. Пригрозили еще раз с чужой фамилией, назовешься свое от имени. Я подумал, а если они теперь у каждого магазина своих людей понаставят, тогда что делать? Значит, мало называться Бархударовым. Надо еще документы иметь. Решил официально поменять фамилию. В паспортный стол пришел, заявление положил. Так паспортистка заявление прошла, что говорит, с ума сошли? Сегодня уже восьмой хочет Бархударовым стать. Ищите себе другую фамилию. Я говорю, другая у меня уже есть. Я эту хочу. Говорит, а эту не получите. Потому что звонил лично товарищ Бархударов. Не велел свою фамилию никому давать. Я говорю, проверять надо, кто звонил настоящий Бархударов. Или такой же Лепешкин, как я. А сам думает, что же делать? Надо срочно новую фамилию искать. Иначе как жить? Причем фамилия нужна была такая, чтобы никто точно не знал, кто это. Но чтобы каждый чувствовал, что это... Не делят все библиотеки, перерывок. Ну, классную фамилию нашел. Сказать? Столыпин. Я уже ее проверил. В аптеку позвонил, категорически приветствую. Столыпин беспокоит, что есть из импорта. И из-под земли вынимать начали. Банки от простуды из чешского хрусталя. То, все, но самое главное, это вот. Финская клизма на 8 литров. Так что теперь пусть мой папаша фамилией Лепешкин гордится. А я больше за свою девичью фамилию не держусь. Почему вы не удивляетесь? А? Почему удивляться? Конечно, не тому, что я закурил. Удивляться надо тому, что я курю в рабочее время. Причем никто этому уже не удивляется. Так привыкли? Вообще, когда сегодня люди в рабочее время курят, это уже очевидно, да? Вот когда люди в рабочее время иногда работают, так что какие-то 30 секунд во время работы покурить, это никакой не фокус. Вот на работе курить 12 месяцев и за это получать 13-ю зарплату, это уже настоящий трюк. Мне кажется только, что этот трюк у нас как-то недостаточно эффектно обставлен. Но у нас же есть разные праздники. День геолога, день учителя, день строителя, правда? И только почему-то нет праздника, который мог бы объединить работников самых-самых разных профессий. Можно было бы назвать этот праздник, скажем, День бездельника. Отмечать этот праздник 5 и 20 числа каждого месяца. И обязательно в этот праздник по заявкам бездельников передавать большие праздничные концерты. Мы начинаем нашу программу, составленную по заявкам тех, кто не сеет и не пашет. Не штурмует облака, кто в стране прекрасной нашей, лишь валяет дурака. Перед векам безделья, лучшим водарям труда дарим мы свое веселье, танцы, песни, поздравления. И хотим, чтобы воскресенья не кончались никогда. Вот передо мной большая куча. Это все письма. Они пришли к нам с самых разных уголков. Вот одно из них, автор письма, пишет. Я по натуре человек веселый. Очень люблю посмеяться, особенно над теми, кто любит работать. Поэтому мой самый любимый артист, это постоянный ведущий передачи «Вокруг смеха». Такой длинный, худой, сам ничего не делает, только над всеми смеется. Если можно, пусть он в мой праздник для меня что-нибудь отночит. С уважением, кандидат филологических наук Николай Те. Мы выполняем эту заявку на сцене, постоянный ведущий передачи «Вокруг смеха». Поэт-сатирик, поэт-пародист. Сегодня не осталось ни одного современного поэта, на котором я не написал пародию. Так что мне уже пора приниматься за классиков. Я выяснил, что ни один поэт в своем творчестве не может обойтись без пошлости. Я это по себе знаю. Долго я присматривался к поэту Тютчеву. И совсем отчаявшись, я вдруг наткнулся на такие строчки. Цитирую. Тютчев пишет. Осень наступила. Высохли цветы. И глядят уныло. Голые. Вот такая пошлятина. Пародия называется «Голытьба». Осень наступила. Всюду листопад. На меня уныло. Голые глядят. Голенькая ветка. Голая сосна. Голая соседка. Голая жена. Ни куста, ни травки. Голая земля. Голые прилавки. Нет нигде белья. И... И дома, и школы все обнажены. Дворник ходит голый. Он пропил штаны. Все поэты ходят тоже надишем. От моих пародий всем нехорошо. Голые поэты шепчут, как мольбу. Чтоб я был одетым. Но лежал в гробу. Мы продолжаем наш концерт по заявкам. Вот еще одно письмо. Оно пришло к нам с бумажного комбината. Автор письма пишет. Я очень люблю художественную самодеятельность. Мой любимый жанр фокусы. Кое-каких успехов я уже в этом добился. Работать мы начинаем в 8 утра. А в 5 минут 9 меня уже никто найти не может. И таких фокусников, как я, на комбинате много. Гораздо больше, чем бумаги. Если можно, пусть для меня в мой праздник выступит какой-нибудь представитель именно этого жанра. Мы выполняем и эту просьбу на сцене исполнителей невероятных трюков и чудесных манипуляций. Спасибо большое. Дорогие товарищи, мне очень приятно, что меня так любят бездельники. Это вообще приятно, когда работает кто-нибудь другой. Некоторые удивляются, как это так много лет у меня получаются мои головоломные трюки. Некоторые считают, что это происходит от того, что я имею ладошка с двумя меднами. Я могу сейчас спускаться в партерь, могу подниматься на балкон, могу наоборот. Могу дать проверять свои ладошки, только прошу вас, вы мне не щекотайте. Я очень боюсь от щекотки, поэтому меня так редко показывают по телевизору. И что совсем обидно, почти никогда не показывают по радио. Сегодня я хотел вам рассказать о конкурсе иллюзионистов, который проходил у нас. Задачу конкурса входило следующее. Нужно было взять этот обыкновенный коробки из красного дерева. Внутри совершенно пустой, прошу вас. Обыкновенный коробки из красного дерева. Из этой коробки достать что-нибудь редкое и, можно даже сказать, уникальное. И в этом конкурсе принимали участие лучшие артисти мира. Первый на сцену вышел факир из Индии. Это артист, который умел делать буквально все. Кушал толченое стекло, лежал на гвозде. И, в общем, йог. И сам йог, и дедушка у него был йог, и папа был йог, и йог его мама. Он брал эту коробку. Эта коробка переворачивал. Долго ходила вокруг. Весь зрительный зал замирал. Потом коробку он ставил. Коробку открывал. Ничего. После него на сцену поднялся артист с острова Огненная земля. Самый лучший фокусник в мире. Как он думает. На самом деле он только на втором месте. Ну, кто на первом, я думаю, это и так ясно. Он тоже эту коробку брал. Эта коробку долго переворачивал. Ходил вокруг. Читал разные заклинания. Ахалай, махалай, бахалай, ахалай, махалай. Потом коробку ставил, открывал, и опять ничего. И в этот момент на сцену поднялся ваш покорный слуга. Я на этом конкурсе выступал и как участник, и как председатель жюри. Потому что мне никогда не бывает, что в ней получается. Прежде всего я запел. Для того, чтобы этот трюк получился, не нужно никакие читать заклинания. Халай, махалай, бахалай. Нужно подойти к этой коробке. Чтобы оттуда появилось что-нибудь редкое и уникальное, нужно постучать. Сказать, я от Ивана Сергеевича. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ Я во время тракта еще один фокус отрепетировал. Скажите, что у меня в руке? А? Яйцо. Яйцо. Сколько? Одно. Дуньте мне, пожалуйста. Я ж дунуть просил вас. Скажите, что невероятно в этом трюке? А? Два из одного. Это невероятно. Нет, не это. Не это невероятно. Невероятность этого трюка заключается в том, что это два совершенно одинаковых куриных яйца. Но почему-то это продает по 90 копеек. А это по рубль 30. Ну, а что касается того, как делается трюк, это все очень просто. Видите? Все элементарно. Так что это вы знаете уже, да? Как делается из одного куриного яйца, получается, два вы уже знаете. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, как из одного человека получается тысяча? Знаете, как этот трюк делается, нет? Нет? Рассказать? Простите, что вы, бабушка, сказали? Кто последний? А куда последний? Да вы ошиблись, это не очередь, я просто так ставил. Бабушка, я жену свою ждал, мы договорились с женой встретиться под часами, это не очередь. Да с чего взяли, что это очередь, бабуля? Ну, посмотри, здесь же пустое место, никаких магазинов нет. Мало что вчера привозили, а сегодня не привезут. И палатку не поставят, а цистерну с квасами... Почему такая упрямая? Хорошо, вы мне не верите, пожалуйста, я могу отойти, я могу выйти из очереди, пожалуйста. Нет, это вы говорите, что очередь, я вам русским языком объясняю, что я жду жену свою. Да бабуль, не стою, отойдите от меня, не пристраивайтесь. Да жену я свою жду, какой номер на руке у меня? 1948, это не очередь, это татуировка, год моего рождения. Я родился в 1948 году, бабушка, на другой руке тоже татуировка. Здесь написано Семга, понятно, Семен, Сеня, меня зовут, Аксеня. Хорошо, не верите, тогда стоите, только ко мне не приставайте. Вы... Я говорю, вы сами по себе, а я сам по себе. Все. Товарищи, вы зачем за бабушкой пристраиваетесь? Я вас поздравляю, с чего вы взяли, что это очередь. Вот лично я жену свою жду, вам что, она тоже нужна, что ли? Своя вещь, сочувствую. Я ей сочувствую, что она так неудачно замуж вышла. Я вам не грублю, я вам объясняю, что это не очередь, что здесь ничего давать не будут. Ну, нечего давать. Я не распускаю никаких слов. Вот к словам только не надо цепляться. Я и без вас прекрасно знаю, что у нас все есть. Но здесь давать ничего не будут. Товарищи, вы куда все становитесь, вы что? Да вы просто время зря теряете, поверьте мне, что здесь ничего давать не будут. Гражданские, зачем вы заняли очередь? Скажите, пожалуйста. А? Какие ковры? С чего вы взяли, что здесь будут давать ковры? Вы что, у кого-нибудь в тюбетейке видите, что ли? Дедуля, ты чего приполз, милый? Чего тебе в этой жизни не хватает? А? Зачем тебе обручальные кольца 96-й пробы? Да ты на себя посмотри, тебе уже 583-й. Жених называется. Юноша, молодой человек, ну вы что, не слышали, что ли? Ей-богу. Я же русским языком сказал, здесь не будет никаких колец. Какая подписка? Ну, при чем здесь Достоевский? Он Достоевского хочет. Зачем тебе, Достоевский, ты уже идиот? Не веришь? Стой, будешь последний за этими братьями Карамазовыми. Мужик, ты чего толкаешься? Здесь не принимают пустую посуду. Посмотри вокруг, у кого-нибудь пустую бутылку видишь? У какой старухи ты видел бутылку? У какой? Вон у той, что ли? У той? Да та старуха по-другому делу стоит, она стоит анализы сдавать. Ты что? Товарищи, да сойдитесь в проезжей части, вы все транспорту мешаете. Не становитесь, не надо записывать фамилии. Здесь не пишут на садовые участки. Поверьте мне, что здесь я жду жену свою. Ничего в ней нет хорошего. Не может быть, чтобы за ней такая очередь уже была. Надя, что же тебя возьми? Где же ты ходишь? Я тебя два часа жду. Где ты стояла? В какой очередь? Ты что, больная, что ли? Это не очередь. Я тебя взяла, они все за мной пристроились. Да с чего ты взяла, что здесь будут давать? Ничего здесь? Откуда ты? Да я не кричу, не кричу. Хорошо, я не кричу. Откуда ты? Ты знаешь точно, что именно здесь? Именно в этом месте? Почему я скорый? Я занял на всякий случай. Пошли. Как, я первый стою? Пошли за мной. Пожалуйста, позвольте, товарищ. Кто не стоял? Я не... А, здрасте, я уже не стоял здесь. Да я здесь первый стоял. Я, можно сказать, родил эту очередь. Да вы можете спросить, у бабушки стоял я здесь. Бабушка, скажите. Ну вот она и говорит, что я стоял за своей женой. Правильно. Жена первая, я за ней сразу и все. Вас не касается, что я раньше говорил. Раз люди стоят, кто-нибудь выбросит. А это не важно, что. Вот мы лично с женой возьмем все подряд, лишь бы выбросили. Вот, на зло, на зло всем вам. Подпишемся на Достоевского. Наденем обручальные кольца. Завернемся в ковры. И покатимся дружно на садовый участок. Издавайте анализы в пустую посуду. АПЛОДИСМЕНТЫ Браточки, милые, что показывают. И тебе фасон, и тебе материя. И тебе расцветка. Ну что в продаже, а? Да не чешется, режет, Господи. Ну, хороший костюмчик. Фасон под названием «Я встретил вас и стал за гикой». Ну, что я все хочу знать. Вот почему на людях одне, а на выставке за всем друге. И что это за модель такая пошла, что выпилю глаза людям тут ка. Вон у нас в районе баню построили. Самую крупную в Европе. На пять тысяч голов. На что нам такая баня, когда у нас столько голов вместе с рогатым скотом не будет? Нехай она будет поменьше, только б там горячая вода была. И не на первый мая, чтобы на каждый день. Или колхоз наш, корова выросли. Это рекордистка, 16 тонн молока дает. Светлка, мы на ту корову всем колхозом работали. Так я на собране и сказал, что мы пиль у глаза опускаем. Ты знаешь, как набросили? Да что за пиль, да что за пиль. Мы слово дали, таку корову. Вересеть, мы слово сдержали. Что мы сдержали? Что мы сдержали? Одна корова молоко дает. А другая корова, его выпиваючи. И после того собрана со мной никто не разговаривает. Председатель, голова наш, он не дивится в мою сторону. Ты что обживаться стал? Знаешь, после чего? Ко мне до хаты приходят, говорят, Никола. До нас иностранцы приезжают. Христом, Богом молю, не милый языком. Вони по хатам будут ходить, жизни интересоваться, вопросы, каверз не ставят. Так ты что? Не критикуй, скажи, что у тебя все есть. Что тебе ничего не нужно. Мы, говорят, тебе за это на тот год запорожить сдадим. Я как подумал и сказал, нехай идут, я попробую. Так через два дня делегация приходит. Одни иностранцы, сигары курят, по хатам ходят. И до меня пришли. И вдруг один говорит, это что же? И есть ваша вилла? Я говорю, а я, бежи же. У меня, говорю, все есть. И вилли. И грабли. Он, говорю, коса у сараи стоять. А он пальцем говорит на собачу конуру. И говорит, а что это такое? А я-то думаю, брехать так брехать. И говорю, это есть гараж. Гараж для моего личного автомобиля. И еще добавляю, редкая марка. Называется Соба-рожить. И что, говорю, интересно, бензин не жрет? Ей костяшку бросишь без денег, как у горелы носится. А ночью все, и дом сторожить. А он говорит, а где же автомобиль побачить охота? Я говорю, на нем жинка в город умчалась. За покупками. Так они стали между собой гутарить, значит, у нас у деревни купить нечего. А я говорю, а не, вы ошибаетесь, господа хорошие. Жинка в город уехала. Сам думаю, что бы сказать такое? И лежу на председателе, а он мне показывает руками, давай, 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 давай. А я и сказал, вертолет покупать. Мамонька, сказала, а сам аж весь мокрый стал. Товин говорит, а на что вам вертолет? И я тут не сдержался и сказал, а на что, на что навоз его разбрасывать? А то наш колхоз никак из отстающих уйти не может. Так этот фигарр и аж затрясся. О, а председатель вас сказал, что у вас колхоз миллионер? И я сказал, миллионер, он должен государству два миллиона рублей. Ну, председатель, как буряк красный стал. В угол меня забил, и Микола, и бисовать и дитиной, и что ты языком мелешь? Я кричу, что я нечаянно, что у меня сорвалось. А он говорит, даже нечаянно, бьют отчаянно. И вот после этого случая обживаться стал. И знаешь, вот таким вот словом, такой, знаешь, что вы все критикуете. Кретин, вот. А я же не критин, браточки, только вбрыхать складно не могу. Ну, никак не получается. И для меня, что хорошо, то хорошо, что плохо, это плохо. И я думаю, может вообще не надо плохое за хорошее выдавать. Раз у нас все, ну, все же хотят, чтобы было, как говорится, поменьше пили на душу нашего населения. Обещали солнце. Ну и что? Обещали солнце, идет дождь, ну и что? Мало ли кто кому чего обещал. Что ж теперь? Кричать, нервничать или писать в залы и главное на кого? На кого жаловаться? На Бога. Это он раньше был. Может на бюро прогнозов, оно конечно сейчас есть, только Бога на них нет. Так что спокойно, спокойно надо жить без напряжения. Вообще это правда, что у каждого человека от рождения два миллиона нервных клеток. Это ж только на первый взгляд много. Давай с тобой посчитай. Магазин зашел, клетки как не бывало. Ремонт сделал, еще 500 клеток долой. С женой поговорил, это уже пища. А ведь нервные клетки, они же не восстанавливаются, даже за деньги, которых у тебя, кстати, тоже. Поэтому выход такой, полный покой. Каждый вечер десять капель валерьянки, а по утрам стаканчик обезжиренного кефира. Очень успокаивает. Ты пойми, что у человека в жизни одна задача, дожить до пенсии. Поэтому не надо ничего принимать близко к сердцу. Подумаешь, тебя плохо покормили в столовой. Ну и что? Жив остался? Слава Богу! Зачем же сердиться на повара? Повар ведь он не виноват. Нельзя приготовить хорошую еду из плохих продуктов. А хороших продуктов у него нет. Он их давно домой унес. Он не может есть то, что нам с тобой приготовил. Он хочет дожить до пенсии. Или на тебя кричит твой начальник. Ну и что? Он кричит. Он кричит, а ты себе считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Он кричит, а ты спокойный. У него сердечный приступ, а ты считаешь. Досчитал до миллиона, у тебя другой начальник. Так что в любой, даже в самой безвыходной ситуации всегда есть минимум два выхода. Надо только найти правильный. В этом все дело. Я тебе вот сейчас на конкретном примере все объясню. Вот ты после работы с пачкой пельменей заходишь в троллейбус. Ну, обстановку в троллейбусе, знаешь, люди слиплись, как пельмени в пачке. Ты берешь за четыре копейки билет, троллейбус дергается, ты не нарочно. Нет, зачем? Ты случайно наступаешь кому-то на ножульку. И не то, чтобы на левую, и не то, чтобы на правую. На обе сразу. И вот человек, которому ты на жульте отдавил, тебе говорит, что ты дурак. У тебя уже два выхода. Сразу сойти или ехать дальше. Я бы, например, сразу сошел. Но ты богатый, тебе клетки нервные не жалко. Ты едешь дальше. Уже как дурак. Потому что у тебя еще раз есть два выхода. Промолчать или в ответ ему сказать что-нибудь более интеллигентное. Например, что он сам дегенерат. Хотя дегенерат то же самое, что дурак, только с высшим образованием. Да, но ты молчать не можешь. Нет, ты говоришь, что он дегенерат. Теперь уже у него два выхода. Дать тебе по морде или съездить тебе по физиономии. Выбор не богатый. Ну, как говорится, чем богатый, тем и бьем. И у тебя уже последний раз два выхода. Потерпеть и сойти на следующий и сейчас стукнуть его чем-нибудь тяжелым, например, пельменями. Ты уже терпеть не можешь, ты его бьешь. Поднимается крик, шум, приходит милиция родная. Она же вообще всегда тут, как тут. И вот за драку в общественном месте с тебя берут штраф 25 рублей. Теперь вспомни, с чего все началось. С того, что тебя назвали дураком. Ну и что? Если б ты меня послушался и сразу б сошел, тебе бы это стоило 4 копейки. Теперь тебе это стоит 25 рублей. Что ж ты обижаешься? Тебя правильно дураком называют. Умный давно сидит дома и кушает. пельмени. Так что не надо, не надо биться головонькой об стенку. Стенки на это не рассчитаны. Будешь биться головой об стену, разбудишь соседа в другом подъезде. Можешь со мной не соглашаться, можешь со мной и спорить, и бороться, и жаловаться, и сюда ходить, и сюда, и даже туда ходить. Я же не спорю, правду ты найдешь. А вот здоровье ты а хочешь жить долго, рецепт простой, десять капель и стаканчик обезжиренный, и фирмить. Все. Все. Будешь, как я. Сидеть на лавочке, наслаждаться жизнью, ты посмотри, как вокруг хорошо, если ни на что не обращать внимания. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка. Ну и что? Подумаешь, дело большое. Слава Богу, птичка не корова. Можно и потерпеть. Главное, что я спокоен и в полном порядке. Я думаю, что уже ни для кого из вас не секрет, что очевидно, что невероятно. И все-таки еще одна очень короткая задачка. В одном ЖЭКе, в одном ЖЭКе, сантехники каждый обеденный перерыв забивали козла. Начальнику ЖЭКа это очень надоело. Он сказал, получена установка повышать культурный уровень. Поэтому мы завтра здесь ставим рояль. И все сантехники будут на этом рояле учиться играть. И так и сделали. Поставили рояль, прошел месяц, резко вырос культурный уровень, все сантехники стали играть на рояле. Скажите, это очевидно или невероятно? А? Что ж тут невероятного-то? Да что вы, на рояле стали играть. На рояле в домино еще удобнее играть. Тут места больше. Ничего тут. Тут невероятность заключается в другом, что действительно за месяц так резко вырос культурный уровень. Потому что теперь после окончания партии в домино один сантехник обращается к другому исключительно с такими словами. Уважаемые маэстро, вам хана. Пожалуйста, лезьте под рояль, пойте арию козла. В противном случае я вас так огрею с крепичным ключом по бемолю, что у вас пюпитр отвалится. Я понимаю, что не везде так вырос культурный уровень, конечно. И вы знаете, почему-то особенно это заметно именно в парке культуры и отдыха, где как раз сейчас проходят соревнования по бегу в мешках. Никого не видать, все отстали. Е-мое. Обожаю на перегонки в мешке бегать. Что ты, самая юморная вещь после перетягивания каната. Жалко, что сухо сегодня, когда дождь пройдет вообще на уши. Как получше снес, оттуда заднего брызги в пизе. Он глазки зашмурит и сослепо в дерево головушкой и хабах! Ржачка, да? Я тебе честно говорю, это ржачка. А ты, скучно. Деться некуда. Да ты когда-нибудь пробовал торт без рук съесть? Я в дом отдыхе видел. Ух, сильная вещь. Тортина килограмма на два. Сам бисквитный, кругом крем, розочки разные, которые без привычки сразу туда головушкой хабах! Все от уши свет. Во рту бисквит, в глазах крем, в ушах розочки. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. А, укатай-ка! Это одно слово, ребята, укатай-ка. Смерть не люблю, серьезное оружие. Все думают, хрен ли думать-то! Все давно придумано в жизни, удовольствие сколько же не сосчитай. Хочешь пивка попей? Хочешь козла забей? Хочешь радио на полную громкость вруби? Хочешь... А-а-а! Ё-моё! Развлекись одним словом! Хочешь поспорь на что-нибудь! Там на погоду на спордачка никто снежок дальше кинет! Это же не важно! Важно, чтобы интересно было! Понял, нет? Чтоб жить не просто так! Ждать надо все время что-нибудь! Вот у нас дружком споры! Во, закачайся! Во дворе, помню, сидим! Спор ведем! Кого на свете больше? Мужиков или баб? Ну, он же мужиков был, а я, как всегда, за баб! Псс! Спорили, спорили! Я говорю, знаешь, кого больше? Кто первый во двор войдет? Пошло! На лавку сели, до вечера просидели, никого! Темнеть начало, никого! Вдруг, слышим, крадется кто-то! Пригляделись, собака! Мы за ней... Нас же было определить, мужик и баба! Два часа по помойкам гоняли! Но пускай спор не в чью кончился! Пес с кобелем оказался, а кусался, как сучка! Ну, ребята, вечер какой провели? Это же не вечер! Это, ё-моё! Натура! Натура такая! Я без шутки минуты вообще жить не могу! Вот нечего делать, да? По телефону номер наберу какой-нибудь, скажу, говорят, с телефонной станции, срочно вынтештят через розетки и суньте себе в ухо! Ухо не базарить начинает! Хулиганы! Прекратите! А я трубочку хабах! Через пять минут, потому что телефон уже другим голосом, вам хулиганы с телефонной станции звонили, они говорят, да, ждать сельвуха велели шунуть? Они говорят, да, а что? Я говорю, можете вынимать! Что ты? Я всегда что-нибудь придумаю, у меня не заржавеет! Как говорится, фирма веников не вяжет, потому что, ребят, жить надо весело! Если серьезно ко всему относиться будешь, собьешься раньше времени! А у нас никто это не понимает, потому что одни козлы другом! Я помню, на работе сижу, скуга такая, с зублами думаю, ну сотворить, думаю, что-нибудь надо! Ну, придумал! В бухгалтерию захожу, у нас там главбух, крыса язвенная, мухарек скрипучий! Я ему слыхал, как слесарь наш Терехин с ума сошел! По заводу с кувалды бегает, по голове всех шарашит! 12 трупов с табелями лежат! Он чуть про макашка не понравился! Надо же скорую вызвать, пусть он везет, куда полагается! Я говорю, мое дело маленькое, я тебя предупредил, и баста! Потом яду вниз, накажу этого слесаря! Я говорю, Терехин, не виляли в бухгалтерию зайти, кронштейн стенку забить! Возьми в руку кувалдочку, поднимись, а! Терехин не знал, в чем дело, взял кувалду, побрел! О, где ее мое-то! Я бухгалтер, как с кувалдой, увидал, как чесанет по коридору, караул, не хочу быть тринадцатым! Вот смехатура где была, полная укатайка! Скорой вызвали, чтобы бухгалтера в чувство привезь! А что с ним возьмешь, он юмор, что ли, понимает, хорек скрипучий! Так меня потом директор вызывает, говорит, ты, говорит, веселый, круглок! А я говорю, да! А мне хлебом не кормит, дай, отчебутить, что-нибудь! И вот так, знаешь, наржешься! Нахохочешься, и только инораз на минутку вечером присядешь и грустно встанешь, думаешь, ё-моё, ну что мне так весело? На работе не уважаюсь, жена не любит, сын растет, дубина-дубина! Посмотришь вокруг, ну ё-моё! А потом посидишь, подумаешь, да и хрен с ним! И как в мешок залезешь, как чесанешь по лейке, только пыль столбом вы что-нибудь слышали о летающих тарелках? Верите? Чувствую, что не очень. Жаль, потому что я прилетел сюда именно на ней. Я гуманоид с планеты Сириус. У меня задание установить с вами контакт, возможно ли это? Не торопитесь с ответом. Послушайте сначала, что я вам расскажу. Свои контакты я начал останавливать с утра. Я подошел на улицу к прохожему и сказал, я хотел бы вступить с вами в контакт. он испугался. Почему со мной? Я сказал, потому что нас интересуют ваши люди. Он совсем испугался. Кого это вас? Откуда вы? Что вы здесь делаете? Я сказал, что выполняю особые задания. Я тебе такое задание устрою, шпион проклятый. Я попытался объяснить, что я не шпион, что я с планетой Сириус. Ну и все, что ты из Сирии. Не имеешь права на улице к людям приставать. Приводи свою делегацию на завод, устроим вечер дружбы, будет контакт. Я подумал, что у вас мужчины не так контактны. Я решил подойти к женщине. Я для этого выбрал молодую симпатичную девушку. Подошел и сказал, девушка, я хотел бы вступить с вами в контакт. Она покраснела, сказала, нахал. Пожилая дама закричала, ну и малорежь пошла, совсем обнаглели. Прямо на улице хотят в контакт вступать. Я подумал, что у вас на улице не принято контактировать. Я решил зайти в помещение, выбрал для этого магазин книги. Но там, где книги, там же должны быть мыслящие существа. Я зашел в кабинет главного мыслящего существа, директору. Сказал, что хотел вступить бы с ним в контакт. Он закрыл дверь, спросил, кто вас ко мне прислал. Я сказал, что меня прислал Сириус. Тогда он почему-то закрыл форточку и шептом спросил Сириус, он что, уже вышел? Я сказал, что Сириус давно вышел на орбиту. Тогда передайте Сириусу, сказал он, что сейчас не до контактов, кругом в ВХС. я опять ничего не понял, но я понимал, что я что-то не так делаю. Но что именно, я решил все проанализировать. Вышел в сквер, сел на скамейку, стал детально анализировать каждый свой шаг. И вот тут ко мне подошли двое. Они сказали, скинемся, сообразим, законтачим. Я обрадовался, я думал, что они хотят в контакт со мной вступить. Я спросил, что для этого нужно? Они говорят, рубль давай, будем контакты промывать. Я небольшим усилием воли сделал этот металлический знак, который восходит в обращение. Они куда-то ушли, потом принесли бутыль мерзкой, ужасной на вкус жидкости. Я чуть-чуть попробовал и потом спросил, скажите, почему с людьми так трудно войти в контакт? Я ищу контактов сегодня с 9 утра. Они говорят, с 9 рано. Да, компанию с 11 надо искать. Я спросил, можно ли без компании вдвоем? Они говорят, вдвоем дорого, вдвоем можно только в получку. Я спросил, что это получка? Один сказал, бедняга, никогда получки не видел. Видно, жена все отбирает. Другой сказал, да жаль человека, поймите, поймите, я стал пытаться объяснить, поймите, я не человек, я гуманоид. Они заинтересовались, в гуме что ли работаешь? Я сказал, нет, поймите, что я пришелец с другой планеты. Так один сказал, Феде, пришельцу больше не наливай. Ему и так хватит. Я говорю, я действительно инопланетянин. Ну вы подумайте, я же могу это вам доказать, но могу поменять свой цвет. Я могу стать и синим, фиолетовым, сиреневым, лиловым. Они засмеялись, подумаешь, а к невиду. Поглядел в это, какие мы в понедельник на работу выходим. Такого цвета вообще не бывает. Я сказал, что владею телепатией, что могу угадать их мысли. Они говорят, валяй. Я сказал, что вы думаете, где бы еще достать этой жидкости? Они говорят, тоже мне телепат, мы всегда об этом думаем. Скинемся еще. Я отказался. Они говорят, тогда мы пошли, у нас обеденный перерыв кончается. Я говорю, стойте, стойте, как же наши контакты? Они сказали, никак, пить научишься, тогда и контакты будут. Они ушли. Я не знаю, может быть, я не с теми встречался. Может быть, вы объясните, что же с людьми происходит. Почему с людьми так трудно войти в контакт? Я понимаю, что у каждого своя жизнь, свои дела, свои заботы. Но скажите, разве милые, симпатичные существа не могут найти друг для друга несколько минут, чтобы не устраивать личных дел, ничего не выбивать, не доставать, просто так, просто пообщаться. Неужели это невозможно? Я просто не могу в это поверить. Люди, гуманоиды планеты Сириус ищут с вами контакта, так-то, так-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!